Слава нашему Господу! Мне хотелось бы начать свою проповедь с места такого священного писания. Это книга пророка Исаии, 55 глава, с 8 стиха сказано так. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. И проповедь свою я назвал таким словом перемычкой. Что это такое? У нас перед Новым годом мы готовили один прибор на работе. Не мы готовили, а готовили испытатели. И вот там участвовало две группы, это разработчики и испытатели. И когда уже прибор подготовили, испытатель глянул в прибор, начал по схеме смотреть, смотрит один элемент, называется перемычка, это соединение двух контактов, или контактов, или группы контактов, вот эту берет перемычку, смотрит, ее в схеме нету. Он взял ее убрал. И потом, когда все проверил, взял, включил прибор, и прибор сжег. Прибор не просто там копеечный какой-то там, тысячу рублей, две, там порой приборы такие стоят и по 50 миллионов, и по 60 миллионов стоимости. И ему говорят, ну почему, ну ты видишь, что ее в схеме нет, почему ты к нам не обратился? А говорили это разработчики, те, кто этот прибор, этот прибор изготавливает. Он говорит, ну я вижу, в схеме нету, я взял ее убрал. Он говорит, ну ты мог с нами позвонить, по телефону с нами посоветоваться. И вот произошел конфликт, как бы, среди двух групп. Первая группа – это разработчики, и кто придумывает этот прибор. И вторая группа – это исполнители, испытатели. Ну потом все это наладилось, сделали этот прибор. И когда я вспомнил этот момент, вы знаете, я когда, если начали уже вспоминать, пришел в церковь, и буквально там месяца два или три, и случилось так, что мы на какое-то общение ехали к сестре Люди, нет, к брату, к брату Юрию Зубкову. Или хор собирался, или кто, что-то такое общение, хорошее общение. И я попал в одну машину с двумя братьями, и когда мы ехали, рассуждали о Боге, один брат такое слово сказал, меня удивило, он говорит, «Мне Бог открыл, что я буду богатый». Я такой посмотрел на него. Я молодой, еще не член церкви был, думаю, ну как можно так говорить, ну, опрометчиво. Второй брат тут же за ним, а мне Бог открыл, что я в Америку уеду. Я сижу, а потом они ко мне поворачиваются и говорят, «Брат Дмитрий, а тебе что Бог открыл?» Я говорю, вы знаете, я молодой христианин, я говорю, мне Бог еще ничего не открывает. Я читаю Слово Божие, смотрю на свою жизнь, и он такой открывает, что порой за голову хватаюсь, и порой смотришь, что натворил, какие грехи в своей жизни, думаешь. не до Америки, не до богатства, как бы убрать в своей жизни то, что в прошедшей жизни натворил. Вы знаете, жизнь прошла, это вот уже, наверное, лет, наверное, 15. Тот брат не в Америке, и второй брат, который сказал, я буду богатый, и он стал многодетным, многодетные богатые не бывают. Всегда нужда какая-то есть, у одного что-то порвалось, обувь там, штаны или что-то, или дом строят, или... Вы знаете, Божьи мысли порой, Божьи дела, как пророк Исаия говорит, или Бог в пророке Исаия говорит. Мне хотелось бы прочитать еще такое, а, вспомнил еще одно. Вы знаете, в детстве, кому в детстве спрашивали, кто хочет кем стать? Поднимите руку. Спасибо. Мне каждый год, вот, начиная с четвертого класса, у нас воспитательница была Людмила Николаевна, она все такие, спрашивает класс, ну, 50%, наверное, космонавтами, не знаю почему, или время такое было. Такие красочные профессии. Она мне спрашивает, Дима, кем хочешь стать? Я говорю, лесником. Она говорит, а почему лесником? Я ей говорю, природу люблю. А мне попалась книга Бианки, есть такой писатель, он хорошо пишет о природе, вот я как-то прочитал эту книгу, мне вот... И вот она в пятом классе спрашивает, Дима, кем хочешь стать? Все обратно космонавтами, я лесником. Это проходило до восьмого класса это было. В восьмом классе уже повзрослел, я вижу, жизнь, она как-то по-другому складывается. И когда она спросила, Дима, хочешь кем стать? В десятом классе я говорю, не знаю, в одиннадцатом не знаю. И вы знаете, как-то жизнь сложилась, так что я лесником ни одного дня не проработал. Работал, пошел, закончил георазведочный техникум, работал на поиске месторождений золотых руд, второй техникум закончил, бурение нефтяных газовых скважин, сейчас работаю холодильщиком. Вы знаете, я посмотрел, что хочешь, что-то хочешь, желаешь, но в жизни, в жизни смотришь почему-то по-другому, оно складывается все. Мне хотелось бы прочитать послание к Якову, 4 глава, такие слова, с 13 стиха. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое ваша жизнь? Жизнь ваша, пар являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое тщеславие такое есть зло. Вы знаете, когда я... В мире не понимаешь, ну и да, желаешь что-то хорошего себе, желаешь доброго. Я тоже себе желал, какие-то планы на будущее строил, и это хорошо. Я посмотрел, что если бы я не строил планы, как бы не было стремления в моей жизни, ну, жизнь моя неинтересна была бы, не красочная. Когда я пришел к Богу, я начал уже переосмысливать и понимать, что за словами, которые, за желаниями, которыми ты порой, как бы, хочешь сделать или на будущее что-то сделать, обязательно должен стоять Господь. Потому что, вы знаете, в своей опрометчивости, в тщеславии, можно сказать, я один раз произнес такую фразу. Я пришел к кому-то в гости, сейчас уже не помню, и когда сели пить чай, мне не досталась чайная ложечка, маленькая вот такая ложечка. И вы знаете, какую я фразу сказал? У меня всегда в доме будут чайные ложечки. Почему-то я не сразу покаялся, я покаялся, наверное, мы на красном жиле, у нас бы рождался уже, не помню, сколько лет произошло. Я, наверное, пять приборов этих маленьких покупал, и они куда-то исчезают, исчезают. И мне жена говорит, а помнишь, ты сказал такую фразу? И она присутствовала со мной, у меня всегда будут эти ложечки. И вы знаете, и они исчезают, исчезают. И я потом уже, Господи, покаялся, я говорю, Господи, ну тщеславие. Видел, что просто, ну, вырвалось так еще с таким опломбом. Потому что я сегодня недавно заглядываю в морозильную камеру, смотрю там чайную ложечку, думаю, ну как она туда попала? Я туда ее... Дети туда доступа не имеют. И вы знаете, еще одно место такое Священного Писания хотел бы прочитать. Это Матфея, 6 глава, 24 стиха. «Никто не может служить двум господам, ибо если одного будем ненавидеть, а другого любить, или одному станем усердствовать, а другому не родить, не можем служить Богу и мамоне. Посему, говорю вам, не заботись для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли больше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, как трудятся, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. И так не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правды его, а это все приложится вам. И мне хотелось бы, подводя, как бы такую проповедь, говорить, что на самом деле я посмотрел в жизни, когда на первом месте начинают вставать не твои желания какие-то, не какие-то твои проблемы, не твои заботы. А когда ты свои дела, свои заботы, доверяя Богу, ищешь Царство Божие, то все остальное устраивается. Знаете, в мире много есть поговорок таких, я бы сказал бы, недобрых, недобрых. Есть такие поговорки, на Бога надейся, сам не плашай, там еще я кузнец своего счастья. Как я начал вспоминать, думаю, их много таких поговорок, которые людей заставляют тщеславиться. Но Слово Божие говорит, что пути Божьи, пути наши, они порой разные. И надо, чтобы было соответствие, чтобы ты в свою жизнь глянул, как этот испытатель должен посмотреть, ага, перемычка стоит, а нужна она, не нужна, и посоветоваться с разработчиком. А убрать оттуда ее или наоборот оставить? Или так же, как Слово Божие говорит, ну что ты говоришь, завтра поеду, буду торговать? Бог говорит, жизнь твоя, как пар, являющаяся на время. И в этом же месте, в Священном Писании, к Матфею он говорит, если ты, если заботясь, не можешь вырастить налог, и даже свой, ну, представьте такое, Бог говорит, ну, если ты не можешь рост свой выше сделать. И он показывает, что он сам заботится о нас, но только чтобы мы в правильном положении стояли перед Богом, чтобы в первую очередь искали Царство Божие. И перед нами следующий год, следующий год, и мне хотелось бы молиться вместе с вами, молиться и просить Бога, чтобы в первую очередь мы искали Царство Божие и правды Его, а остальное приложится. Вы знаете, мне трудно в жизни, был такой момент, трудно было отвечать на вопрос, мне говорят, ну, почему ты не строишься? У меня земля была, и мне вот подходили и спрашивали, ну, почему ты не строишься? Ну, я смотрю, то не созидается, то денег нету, то еще что-то. Вот когда оно пошло, знаете, оно пошло. Сначала фундамент, потом стены, потом крыши, потом двери, окна, смотрю, сейчас идем к отоплению, и оно потихонечку-потихонечку созидается, и Бог как-то благословляет. Но я посмотрел, в первую очередь Бог благословляет тогда, когда у меня есть желание и стремление есть к Нему. А когда я, наоборот, где бы купить, чтобы подешевле, там, брус найти, что-то, а оно на месте стоит, месяц стоит на месте, два. Вы знаете, я строиться только начал, землю получил через три года, только фундамент залил. Стены ставить только через два или три года стал. Когда вот одной мыслью занят, где бы брус этот достать, и брус на горизонте не появляется. И мне хотелось бы молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас, искать Царство Божие и правды Его. И если какие-то пожелания у нас в сердце есть, или желания какие-то, или направляя какой-то взор мы направили, что-то сделать, всегда не забывали говорить, если Богу будет угодно, если Богу угодно будем, сделаем то или другое. Благословит каждого из нас Господь, будем молиться. Аминь.